Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня пятница, 25 сентября, и я проанализирую коротко заболеваемость за истекшую неделю. За неделю у нас прибавилось на 138 случаев вновь выявленных, инфицированных, больных коронавирусной инфекцией, что в среднем будет составлять у нас с вами 20 человек в день, хотя на самом деле разброс по дням очень большой, от нуля до 30 с лишним. И нарастающим итогом он на сегодняшний день составляет 1505 больных, выздоровевших 1155 человек, по умершим изменениям нет, 9 у нас умерших всего нарастающим итогом, 409 человек под наблюдением на карантине и 632 анализа за последние сутки. А всего мы вышли с вами на уровень тестирования порядка 450-470 анализов в пересчете за 7 дней на 100 тысяч населения. Я хочу отметить, что эта неделя в целом по Российской Федерации, по различным регионам и у нас ровно так же отмечена ростом коронавирусной инфекции. Это был ожидаемый рост, мы с вами об этом говорили, он имеет свои объективные причины, и мы к нему должны будем готовиться, потому что рост продолжится. Давайте сакцентируем наше внимание, чтобы понимать, откуда идет инфекция и где мы ее можем больше получить. На сегодняшний день существенный рост по коронавирусной инфекции отмечен в Москве и Московской области, в таких областях, как Воронежская, Рязанская, Курская, Смоленская, Тверская, Самарская, Бурятия, Удмуртия, Алтайский край, Омская, Новосибирская области, Крым и Севастополь и другие тоже отмечены, все перечислять не буду. И если сказать в целом, то все-таки больший рост сейчас наблюдается в Центральном федеральном округе, в областях и городах, и в нашей Сибири и на Востоке. И вот то, что я отметила еще отдельно Крым. Соответственно, когда мы направляемся туда с поездками в командировки, в частные поездки на отдых, то мы рискуем больше там заразиться. По местам заражений у нас по-прежнему лидируют как привозные случаи, так и заражения внутри семейных очагов, когда кто-то один заболевает и дальше заболевают уже родственники. И на этом я тоже делаю акцент для того, чтобы можно было это профилактировать. Сейчас мы с вами выявляем достаточное количество заболеваний у лиц, которые еще или не имеют симптомов, или имеют малые симптомы. И это позволяет нам уходить на более низкие цифры по тяжести заболевания и по умершим. Напомню, что у нас 90% в городе составляют случаи легкие, и 10% примерно приходится на средне-тяжелые и тяжелые формы. Смертность в целом у нас за весь истекший период составила 0,6%, и это тоже ниже и чем в нашем субъекте, и чем в Российской Федерации. Но это именно потому, что мы считаем с вами от общего количества инфицированных, и это позволяет нам начинать более раннее лечение. Это краткий обзор. Теперь я хочу сказать, на что нужно сейчас обратить особое внимание. Вот именно сейчас очень важно, понимая, что нарастание заболеваемости есть, и оно будет. Назовите его как хотите. Вторая волна, продолжение первой, сезонный подъем. Но так или иначе, в связи со сбором нас в большие коллективы, учебные и рабочие, с изменением общего фона острых респираторных вирусных инфекций, эта заболеваемость будет. И нам очень важно, чтобы она не наложилась на тяжелые респираторные вирусные инфекции, для того, чтобы не было совместных микс инфекций с гриппом. И сейчас поставлена задача на уровне всей Российской Федерации максимально защитить людей, особенно из групп риска, с тем, чтобы они не попали, не заразились коронавирусной инфекцией, уже заразившись гриппом. Сейчас наша самая первостепенная задача – это пройти вакцину-профилактику против гриппа. Она у нас в городе началась, идет, идет пока не теми темпами, которые бы нам хотелось. Мы уже со своими работниками показали привет, мы все привились, я привилась, могу вам сказать, что в город поступила изумительная вакцина. Кстати, ей в этом году провакцинировано и правительство нашей Российской Федерации, качество ее очень хорошее. И поэтому в первую очередь все-таки нацеливаюсь на те категории, которые отмечены в национальном календаре прививок, они обязательно подлежат вакцинации. На этом мы строим всю нашу работу, а также любое стимулирование кнутом и пряникам. Кто обязан, значит, тот будет наказан, если он не привился. Кто не подлежит, но идет на прививку, я думаю, что будет стимулирование, соответственно, поощрение с точки зрения работодателей. Ну а просто по-человечески хочу вам сказать, что все это сделано исключительно в интересах самих людей, с тем, чтобы они не заболели, а если заболеют, то перенесли это заболевание более легко, без утяжеления. У нас по вакцинации есть вопросы, и на них ответит заведующая детской поликлиника. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго, желаю вам здоровья, хорошего настроения. Здравствуйте, я заведующая детской поликлиникой, Алексина Марина Александровна. Я хочу поговорить с вами о проблемах вакцинации детей против гриппа. Сейчас идет период, когда мы живем непростое время. Это повышенный риск заболеваемости новой коронавирусной инфекции. И в том числе наступил осенний период, когда идет подъем заболеваемости и ОРВИ, и гриппа. И наша цель сейчас, в максимально короткие сроки для нас, привить наше детское население против гриппа. Вакцинация детей в детской поликлинике организована на базе детской поликлиники по улице Курчатова в прививочном кабинете. Режим этого кабинета построен так, чтобы наши пациенты не пересекались с потоком больных, которые приходят на прием к участковым педиатрам. Это организован отдельный вход со стороны промсвязь банка. Это отдельная боковая лестница. Наши пациенты поднимаются на второй этаж, их встречает пост медицинской сестры, где производится измерение температуры, обработка рук, проверяется запись, по которой приходят наши дети. Они проходят к отдельному врачу на осмотр, заполняется согласие на вакцинацию, и после осмотра врача проходит прививочный кабинет. Действительно, мы видим в последнее время большую востребованность на эту вакцинацию, потому что запись на портале пациента очень быстро разбирается. Мы стараемся дополнять дополнительными талонами. На следующей неделе у нас, помимо среды и пятницы, которые были выделены изначально на вакцинацию детей, посещающие детские сады, мы добавляем еще и понедельник. Но большая просьба и к нашим родителям. Мы сталкиваемся с такой проблемой, что записав предварительно ребенка, если вдруг по какой-то причине вы понимаете, что в этот день вы прийти не можете, большая просьба в личном кабинете отменить эту запись, тем самым дать возможность другим записаться, кто очень желает привить своего ребенка. Можно обращаться и в регистратуру. Некоторое количество талонов мы оставляем для возможности записаться через регистратора, если нет возможности через интернет. Я тоже так же сталкиваюсь с многими обращениями наших родителей, что почему не выезжают в детские сады. Действительно, в это непростое время, так как идет большая востребованность, и наша задача в кратчайшие сроки привить детей от гриппа, клинической больницей прорабатывается вопрос об организации выездных бригад для вакцинации детей именно непосредственно в детских садах. Спасибо за внимание.